Работать с теми, кто на контракт. Работать с добровольцами. Да, есть добровольцы сейчас, те, которые готовят сейчас у нас, пытаются в Саврополе. Кстати, в этом вопросе это не ново. Саврополь очень мощно в этом вопросе работает. Мы одними из первых пошли по линии добровольцев. И сейчас наши добровольцы, вот сейчас там идет попытка сформировать батальон еще один наших добровольцев. С ними работаем. И окажем помощь. И окажем методическую помощь. А о добровольцах вы уже не только бригада Терек, да, я так понимаю? Нет, бригада Терек. Это бригада Терек сама по себе, она же действует, она же практически... Нет, это понятно. У них там просто в составе формируются батальоны разных подразумных названий. В принципе, да, конечно, в состав. Потому что сейчас идет, я в Думе был государственной и в военном комитете, разговаривал с депутатами, конечно, надо их вводить в организационную структуру. Вот Владимир Владимирович Путин сказал, что и добровольцам, и мобилизованным надо, чтобы все было в меру одинаково. Так же, как тем, кто мобилизован, кто служит по контракту, чтобы это было все едино и в одном ручке. Воюют они все очень мужественно. А, Василий Сергеевич, вы закончили районно-политическую академию на ненавиуме. То есть вы кадровый замполит. Да, кадровый, абсолютно. А подготовка замполита в советский период и подготовка замполита сегодня? Не сравнимая разница. Я уже на эту тему и разговаривал с своими коллегами, которые там сегодня входят в состав общественного совета Минобороны. Я им говорю, надо менять программу. Военный университет готовит менеджера по управлению. Он не готовит политработ. Надо открывать те факультеты, которые были. Вот сегодня в Новосибирске. Там бывшие политические... Василий Сергеевич, вы что ни слова, то голь забиваете по словам. Все аккуратно. Извиняюсь. Оно общевойсковое. На его базе можно восстанавливать. Их на нас готовили профессионально. Вы понимаете, мы получали не просто, допустим, политическое образование. Мы получали военно-политическое образование. Ту же тактику у меня тактики было, только буквально на несколько десятков меньше, чем в командной академии Фрунзе. А в училище у нас абсолютно одинаково. В политическом училище танковое заканчивалось. Профиль у меня танковый. У нас одинаково были шок-танковом училище, что у нас. Та же госстрельба была у нас, государственная стрельба. Та же тактики. Нас готовили как и командиров, как и замполитов. Посмотрите. Нет, а я сейчас за вопрос. Я понимаю, что военная подготовка у всех ушла по одной программе. Замполит. Человек, который работает с личным составом. Он его воспитывает, да? Не только воспитывает. Он и спросит. И воспитатель. Он и командир. Это целый комплекс. Воспитательная работа это комплекс. Конечно. Это целый комплекс. Это не так, что просто. Вот некогда там, знаете, говорили, вот партийно полетел. Посидели, поболтали и разошлись. Да, посидели, поболтали. Правильно. Но после этих посиделок мы ходили седыми. После этих посиделок. Поэтому замполиты, те же комиссары, так же, как и политруки в армии. Да, кто-то называл это отец солдата. Как угодно можно назвать. Но работу они проводили очень огромную. Я сам проделал. Я знаю эту работу. И владею ею. И знаю, как работать в этом плане. Потому что для того, чтобы солдата, как позовь нас Василий Филиппович Маргелов, наша легендарная личность, он всегда говорит, ты должен так солдата воспитать, что он, зная, на что идет. Ведь вы думаете, вот Александр Матросов, даже выполнить приказ, солдата надо убедить, что он обязан выполнить этот приказ. И мы это могли делать. Ну, а легендарная фраза Маргелова, не можешь наступать стоя. Да, ты тут что говорил. Он в этом вопросе очень... Ну, каждая фраза, это одна сплошная мотивация. Одна. Чистейшая. Поэтому мотивы должны быть. Если вспомним тот период, когда войны начинали службу, это в советский период. Мы в единой системе воспитывались, будем так говорить, в информационном одном поле. Современный солдат, современные бойцы, добровольцы, будь то контрактники, срочники. Сейчас информационное поле другое. Народ немного расслаблен в плане потоков информационных. Тогда было пожестче. Существовала и военная цензура, и такая цензура. Сейчас этого нет. Все зависит от своей внутренней цензуры. И мне кажется, на сегодняшний момент вот зомполитам, рукам, комиссарам намного сложнее, чем 30 лет назад. Абсолютно правы. Абсолютно правы. А вот как решать эти задачи? Вот эти задачи, вы правильно ставите вопрос. Но задачи эти решать надо. Прежде всего надо создать кадры. Вот вы посмотрите, что такое идейный фронт. Почему? Вот года три, по-моему, назад Министерство обороны проводило круглый стол.